В Актобе вынесли приговор по делу о массовой драке, в которой убили 17-летнего студента. В этом году Султан Би Онда Сын должен был получить диплом об окончании колледжа. Но 2 января молодого человека и его друзей жестоко избили и нанесли смертельное ранение ножом. В итоге на скамье подсудимых оказались шесть приятелей. Двоих признали главными фигурантами, они получили длительные сроки. Приговором суда Узагбаева признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Мохамбета признать виновным в совершении преступления по статье 99, часть 2, пункты 1, 9 Уголовного кодекса и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Трагедия произошла на второй день после Нового года. По материалам дела, 20-летний студент местного колледжа стал переписываться в социальных сетях с погибшим Султан Би Онда Сыном. Просил номер телефона их общей знакомой. Во время беседы парни поругались и назначили встречу. 2 января в 11 ночи подсудимый с приятелями подъехал к магазину в жилом массиве Казалжар. Они были вооружены ножами. Султан Би, который профессионально занимался борьбой, тоже был в компании друзей, но без оружия. Закончилась массовая драка тем, что Султан Би скончался от полученных ранений в больнице. А из шестерых подсудимых четверо сегодня получили лишь по 4 года ограничения свободы. Мать погибшего считает, что отправить за решетку нужно всех фигурантов. Не совсем удовлетворена приговором. Да, сына уже не вернуть. Узагбаев и Мохаммед получили справедливое наказание. Но остальные четверо тоже должны были остаться за решеткой. Они ведь тоже участвовали в той драке. Почему им дали лишь ограничения свободы? Будем обжаловать. Продолжение следует...